Вопросом летнего отдыха с наступлением жаркого сезона задается, пожалуй, каждый человек. Для кого-то достаточно просто отправиться на речку, а кто-то предпочитает отдых за границей. Пусть даже и ударит он по семейному бюджету, или копить на поездку придется чуть ли не весь год. Мы узнали мнение жителей. За границей хотели бы отдыхать. В России. Какие страны? В Малайзии, в Дубай. Смотря как наши финансы, если позволять, то, конечно, бы поехали за границей, а так в основном за встали. Специалисты турагентств сообщают, что среди мест зарубежного отдыха в приоритете Турция и Египет. Наиболее популярное направление в этом сезоне, как и обычно, это Турция, потому что там более комфортный отдых и для детей, и для взрослых, и для людей в возрасте. По ценам в среднем это от 200 тысяч тенгена человека начинается стоимость путев. На втором месте это Египет. Также у нас рейсы с Уральска. По ценам ориентировочно так же, как и Турция выходит. Это 200 тысяч тенгена человека на 10-11 дней на все включено. Также спросом пользуются Европа, Италия, Греция, Испания. Но, чтобы отправиться в эти страны, необходима виза. Да и поездка обойдется значительно дороже. Но спрос на дальние курорты довольно высокий. К примеру, только через это туристическое бюро за летний сезон проходит порядка 500 человек. За год порядка тысячи туристов. В текущем году поток желающих отдохнуть в заграничных странах не уменьшился. Работает и с казахстанскими курортами. Спрос на них есть, но уже ниже, чем за границу. За те же деньги сервис здесь оставляет желать лучшего. У нас есть туры и по Казахстану. Мы организуем путевки в Сарагаш и Боровое. Но по процентному соотношению, конечно, в Турцию людей едет больше. И по цене за границей выходит выгоднее, нежели наши курорты. Для тех, кто предпочитает отдохнуть в родных краях, да и к тому же подлечиться, подходит санаторий. В этом санатории, расположенном в 40 километрах от Уральска, средний поток за летний сезон 130 человек каждые 10 дней. Здесь говорят, что готовы встретить посетителей в любой день недели и время суток. Самый бюджетный вариант – это 10 тысяч тенге в сутки на одного человека. В эту цену входит четырехразовое сбалансированное питание, проживание и лечение. Каждому человеку индивидуально нужно подходить. Когда они приезжают к нам, они первым делом идут к врачу после заселения. Врач принимает у них санаторно-курортную карту, по этой санаторной карте, которая выдается в поликлинике у пациента, у клиента. И эта санаторная курортная карта показывает, какие хронические заболевания у клиента. И вот отталкиваясь от этой санаторно-курортной карты, уже врач делает назначение по процедурам. Учитывая возможные хронические заболевания и особенности организма, клиенту назначают определенные процедуры. Люди отдыхают столько, сколько захотят. Сейчас жизнь такая ускорила темпы, что людям хочется только на выходные приехать. Раз в месяц на выходные приехать, например, с детьми. Поэтому мы можем принять и на пару дней, и на семь дней, и на все десять дней. Где отдыхать, каждый выбирает сам для себя. Четко ясно одно – людям необходимый комфорт, хорошая природа и доступные цены. Для развития местного туризма в Западно-Казахстанской области природные данные, да и остальные, есть. Но, тем не менее, в летний период значительная часть капитала по-прежнему утекает в зарубежные страны. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.